За 10 годов количество детей, которые находятся в социально-небеспечном становище, в регионе, уменьшилось на 30%. Сейчас это мальчик 4700 детей, альбо, примерно, 1,5% от всех неполнолетних, которые живут в Гомельской области. Что в уголе значит социально-небеспечное становище? Кто туда трапляет и как этого избегнуть? На вопросы журналистов сегодня, во время пресс-конференции, отказывали представители разных служб. Подробности в сюжете Марины Джалой. На данные семьи статусу социально-небеспечных – это ни покарание, ни присут, ни знявага ее ауторитету. Это мкнение проявить предбачливость, заховать психичное и физичное здоровье детей и их житие. На пресс-конференцию пришли представники службов, которые не по чутках и информации в интернете ведут, что значит своечасово не звернуть увагу на проблемы семьи, что значит недостатково працевать с семьями, у которых дети – негаловная каштонность и часом некаштонность у вогуля. Выньк этого потом адлюструють у статистицы детячей смяродности. За каждой трагичной личбой – питание. Те можно было не допустить смерти хлопчика, эти девчонки. И частей за все отказ однозначный – можно. Тому и прохудшала на встрече с журналистами фраза, что система трапляния детей у социально небеспечное становище, написанное кривею. Десятки прикладов огучили специалисты. Без лишь ситуации, которые привели до гибели детей, альбо взломали их психику. Это сексуальный гвалт, психичное узденье, жесткие физичные покарания. Мы должны защитить детей от насилия, защитить детей от несправедливости, защитить детей от голода, если создаются такие условия именно в домашних ситуациях, и самими родителями. И, конечно, ограничить от тех моментов жизненных, в которые попадает ребенок. Органы образования уделяют пристальное внимание этой теме. И я уверен, что с началом учебного года мы также будем активно и в следующем учебном году обращать особое внимание во всех учреждениях образования, начиная от детских дошкольных учреждений образования, заканчивая учреждением профессионально-технического образования, даже средними специальными учебными заведениями, там, где находятся несовершеннолетних. На их внутреннее состояние, на их физическое состояние. И мы будем защищать интересы ребенка, если таковые интересы нарушаются даже самыми близкими людьми и их родителями. Многие лишат, что тропляют у социально небеспечной остановища только дети с семьей, где батьки вельми тесно сябруют с алкоголем. Але гэта не так. И у нормальных семьях здараются ситуации, коли дитя застается сам насам со своими проблемами. Як отзначили специалисты, гэта не редкость и у выпадку, коли мать и батька разводятся. И все ж специалисты запэлнивают, что, коли у семьи все добра, дитя догледжена, створены усе умовы для его навучания и развития, коли сын-ти дочка не сходят с дому, не здесняют правопорушения, то батьки могут быть спокойные. Постановка у социально небеспечной остановища им не погрожая. Отрымливается, что такие кроки необходны только для того, как позбегнуть бяды. Гадать батькам об их правых обовязках и об тем, как важно створить для своих детей сприяльный семейный микроклимат и ведомо гарантовать их безопасность. Основных критериев, по яких можно вызначить, где находится дитя у социально небеспечной остановищи – шесть. Кожный супроводжается подробязным тлумачением. Например, покидание дитяти без нагляда об ежи, физическое покарание, немотивованный пропуск занятков в школе, пьянство батьков, антисанитарные умовы и многое іншее. Усю информацию можно легко знайти в интернете. Тема – она очень проблемная тема. Я, используя в работе то, что являюсь отцом троих детей, в первую очередь пытаюсь осознавать, где и как подойти к тому-либо иному гражданину, который с него воспитывает несовершеннолетних, но при этом нарушает условия безопасности его проживания, то, соответственно, те меры реагирования, мы смотрим, в первую очередь, насколько он выполняет их, насколько он стремится создать своим детям безопасные условия, проводит с ними соответствующую беседу, работу, а не только ограничивает себя просмотром различных сериалов. Сегодня у Гомельской области у социально небеспечным становищи официны знаходятся прикладные 4700 детей. За 10 годов их колька изменшилась больше, чем на 30%. Летость амаль 600 батьков пролечили от алкогольной залежности, амаль 900 знайшли працу. Система работы с неодобранадеянными семьями, створенная в регионе, по леташних выниках мая лепшая показчики Украине по профилактиции социального сиротства. И наприконцы, постановка у социально небеспечное становище часто допомагает выйти со складанной ситуации. У семьи приходят кураторы, які могут допомогти, рассказать, что треба робить, оказать соденечения у ворошенне проблем. Такие нагляда житявляются на протягу погода. И только, коль вынику нема, дитя забирают в притулок, не позбавляючи мать и тату батьковских правов. Им дается махшимость выправить справу, уладковаться на працу, пралячиться ад алкогольной залежности, привести у парада к дому. Головное – не стратить гэты шанс.